Мусор, который там находился, то есть полы вскрывали, все скидывали сюда. Сделали ремонт, а за собой не убрали. Силикатная 7А. Первый этаж маневренный жилой фонд города. Такой переселяют жильцов из аварийных домов. Не так давно квартиры первого этажа ремонтировали. Но не управляющая компания, не подрядная организация мусор после не вывезли. У дома нет дворника. ТСЖ наши за нами вообще никак не смотрят, так как им вообще ничего не нужно. Когда к ним обращались, говорили, что найдем дворника, они как сказали, за 2,5 тысячи рублей пойдете? Ну кто пойдет за 2,5 тысячи? Жители пытаются очистить двор своими силами, хотя за его содержание ежемесячно отдают больше 2 тысяч рублей. Куда уходят деньги, люди не понимают. По их словам, два года назад, когда домом управляла другая компания, двор выглядел более презентабельно. Было нормально здесь. Как-то и дворники были, и как-то, ну, более-менее, тут и площадка более-менее была детская. Как-то, ну, приемлемо все было. Со временем поменялась сейчас управляющая компания. Это ужасно. Машины гоняют, мусор не убирают, ничего не делают. Причем мусор скапливается не только возле дома, но и в подвале. Почему управляющая компания не следит за общедомовым имуществом, мы попробовали выяснить. Но с руководством УК связаться не удалось, не застали на месте. Коммунальные юристы, в свою очередь, советуют провести собрание жильцов и поднять вопрос о повышении тарифа на текущее содержание дома, дабы платить дворнику более достойную зарплату. Но если жители не голосуют и тариф остается прежним, и управляющая компания тогда должна изыскивать способы и методы для того, чтобы при том сборе, который у них есть, при том текущем содержании, которое они имеют, обеспечивать должное содержание. Если управляющая компания не найдет возможности навести порядок на придомовой территории, то жителям следует обратиться в жилищную инспекцию края, которая вправе наказать УК рублем за неисполнение обязательств. Ребятишки здесь, получается, им играть негде. Это сейчас еще спокойно с утра, а вечером в 5 часов начинают машины ехать, и у них вот там по дороге они могут проехать, где КАМАЗ идет, там могут они проехать. Они все едут здесь через двор. И они не едут, они летают. Несколько раз были случаи, что не сбили через ребенка. Жители просят свою обслуживающую организацию обустроить во дворе и лежачих полицейских. Но если и получится это сделать, то лишь за счет кошельков самих людей. Они, к слову, готовы скинуться ради безопасности своих детей. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.